приветствую всех любителей баскетбола с вами Дима Комаровский с севшим голосом и тренер менеджер команды оплатил Владимир Комиссаренко. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Только что состоялся матч вашей команды против команды Полесья. Расскажите, как сыграли ваши мысли про игру. Почему такой результат? Ну прежде всего мы довольны. Я благодарил сейчас после игры ребят за то, что в начале игры мы показали очень хорошую игру. Мы захватили преимущество, вели в счете, но, к сожалению, то ли от этого, то ли от чего-то у парней перестали идти броски. Очень низкий процент попадания. Но мы старались, мы сражались до последних минут, верили в победу, меняли тактику, пробовали, так и этак. Но бросок не шел сегодня, просто не наш день. Но вот вы, вспомнив первую, вторую четверть, можно сказать, что игра была на равных. И потом что, резко пропадает бросок? Ну, судя, как я вижу, надо посмотреть статистику, да, но мы даже пробовали выводить бросков только на трехи парней. Но эти трехи не шли, да, то есть я давал задачу всем бросать трехи, они бросали трехи не попадали и проходы не шли. Команда, например, Вабанк пригласила двух молодых перспективных ребят, которые, условно говоря, имели отношение к смокам. Нет ли у вас какого-то желания пригласить посильных игроков, чтобы оплатить, ну, скажем так, начали давать результат? Нет, у нас совершенно другой подход. Мы работаем с теми парнями, которые есть. Мы не приглашаем вообще игроков, мы иногда берем игроков, которые к нам прибиваются просто, ну, смотрят за нами, следят. Иногда приходит, вот, Виталий Завадский пришел, ну, и многие другие по такому принципу. То есть у нас нет такой... Наша задача, моя, как тренер-организатор и капитана, именно из этих парней, из того, что материалы есть, а вы видите, их много у нас, 18 человек в заявке до 20, то есть мы хотим из них именно вырастить игроков, это наша концепция. Поэтому мы не ставим суперцель там выиграть какое-то место, нанимать игроков. У нас основная цель, чтобы каждый игрок нашел себе место и получал удовольствие от баскетбола. Даже когда проигрываем, все равно у нас всегда хорошее настроение, мы всегда стараемся и идем дальше. Хорошо. С точки зрения 16 сезона, какие цели и задачи тогда у команды? Ну, у нас задача выиграть Д3. Выиграть? Безусловно, да. Но если не выиграем, то получить удовольствие от борьбы. А насколько реально хотя бы выйти плей-офф для оплаты? Я думаю, реально, ну, даже судить по тому, что мы в игре со слэм-софтом оказали достойное сопротивление, там немного проиграли пару очков, да, то мы думаем, что мы им очень много должны, слэм-софту 4-0 у нас, поэтому мы надеемся бить и слэм-софт, и ай-софт, и всех остальных. Ну, здесь парням повезло, они от нас ушли, но ничего. Что, в каких компонентах нужно прибавить команде? Может быть, индивидуально каким-то игрокам, чтобы показатели стали чуть лучше, там, в реализации, например, или там вообще в общем и тело? У нас сейчас мы тренируемся три раза в неделю, и есть парни, которые постоянно ходят на тренировке, и там мы даем много тактики, взаимодействия, они растут в этом отношении. Часть лидеров не удается ходить, да, поэтому я вижу результат, да, такой процент попадания очень перспективных игроков, это очень низкий процент, да, поэтому, в общем-то, мы будем работать и над тактикой, и бросковой, и тактической тренировкой, то есть у нас один день такой, другой такой, смотря по игрокам, выбираем и развиваем свое мастерство, учимся играть, и, надо сказать, парни получают удовольствие именно от роста, да, раньше было бей-беги, сейчас взаимодействие идет, всем это очень нравится. Интересно, а вот такой маленький момент, три раза в неделю достаточно много времени, встречается с тренировком, уже есть какой-то рисунок команды на паркете вот здесь, в играх? Да, безусловно, то есть вот у нас сегодня первая пятерка показывала реальный рисунок, то есть они играли те взаимодействия, которые наиграны были на тренировках, вот, ну, мне пришлось вот так делать, потому что те, кто не ходят, они не в тени, да, то есть они не в курсе, не владеют комбинациями, поэтому от них больше требовалось индивидуальное мастерство, вот, ну, а так мы их тоже будем включать, уже комбинации выработаны, сформированы, пронумерованы, скоро буду сдавать экзамен по комбинациям, не сдал, значит, не допущен, не знаешь комбинации. Это ваше первое интервью в 16 сезоне, хотелось бы узнать, как вам систему проведения турнира, все ли у вас устраивает, все ли хорошо, там, отборочный этап, теперь регулярка, вот, выскажите свое мнение, пожалуйста. Ну, мне нравится, как этот сезон организован, да, я сужу по двум вещам, да, первое, что парням нравится, то есть парни все больше и больше входят, они болеют, переживают, живут баскетболом, ну, даже я немножко. Перезаразился, мне столько его не надо в жизни, но сейчас я в нем, вот. И второе, очень рад я за то, посмотрите, как идут игры в лиге, да, то есть огромное число игр, где борьба до последних минут идет, да, это большой результат для организаторов, да, добиться такого, это большого, дорогого стоит. За концовое интервью судейство в сегодняшнем мате, как оценивается? Судейство вполне, я лично только одну ошибку заметил один раз, как бы, ну, и то это спорно будет, но я думаю, нормальный судейство. Все, спасибо большое за интервью, будьте здоровы, до встречи на паркете. Да, на связи.